в одном из своих видео я как-то говорил что лучше собирать идеальный иван-чай но какой это иван-чай потому что некоторые собирают иван-чай сейчас вам покажу ну в основном когда он расцвел когда у него цветочки есть вот такой да многие собирает но но а данный лист такой иван-чай он грубый и лучше всего собирать вот такой иван-чай когда листочки мягкие вот даже видно верхушечки какие-то они очень мягкие листья очень такие мягенькие хорошо закручивается но собирать его посложнее немножко потому что вот если верхушку отломать ладно да собрал нас некоторые собирают чисто верхушки как обычно зеленый чай собирает но нижняя часть да вот посложнее то есть стебель он ломается также как почти так же да берем пальцами или так или так кому как удобнее мне так удобнее и И до тех листьев, которые более-менее хорошие. У такого почти везде хорошие листья. Там уж самые нижние только будут. Вот листья данного иванчая. Очень мягенькие. И они будут очень хорошо закручиваться. А теперь хочу рассказать про скрутку листа. Она бывает тоже разная. Хочу напомнить, кто меня не знает, что я работал несколько лет в одной чайной фирме по производству лекарственных сборов. Помощником главного специалиста и тетестером. Какая бывает скрутка листа? То есть есть скрутка самая сложная. Одна из самых сложных это нужно каждый листочек скручивать. Да, берется листочек, например, и закручивается в одну сторону. Тут в любую на усмотрение. Это делать очень сложно, особенно поначалу. Вот раз. И теперь можно просто его скручивать пальцем так. Далее. Вот так вот. Пока не станет мягкий. Вот так вот. И потом что происходит? Он когда высыхает, становится меньше и получается как горошины. Их удобно брать, насыпать. Но это очень сложно делать. Понятно. Или, например, допустим, еще... Можно просто взять листочек и таким образом скрутить его. Вот. Тоже скручиваем, пока он не станет мягким. Он как бы склеивается. Лис мягкий. Поэтому очень хорошо это получается. Самый простой и самый быстрый способ, это просто взять листья и мять их. Но не так, конечно. Это проще делать, знаете, если на стол высыпал, можно и так, конечно, помять. Но если выложить на стол, да, большой комок, можно как тесто его мять, мять, да, его так переминать. До тех пор, пока он не станет липкий. Этот способ очень быстрый. Далее, копорский способ, это несколько листов берется. Как делали в копоре, там где, недалеко от Питера. Так, вот, несколько листов и закручивается. Можно полностью лист закручивать. Ну, листья вот так, да. А можно еще вот так вот скрутил и закручиваешь. Когда листья молоденькие, это очень хорошо получается. Когда листья... Вот. Закручивается, видно. Опять же, тоже так же, пока он не станет такой липковатый, он начинает склеиваться. Если лист, например, вы собираете поздно, в августе, да, когда, ну, или, может, даже в конце июля, когда он жесткий. Ну, а жесткий он где? Ну, когда уже появились цветы. Вот. Цветы появились, листья жесткие. Сейчас покажу разницу. Вот. Берем листья. Вот такие они. И вот они, с ними вы посложнее делаете. Они, когда их скручиваешь, они раскручиваются. Они уже жесткие. И получается, что грубеют. Поэтому их сложнее. Далее. Да, мы их складываем в банку. Или в какую-то емкость, в копоре, да, в бочке это делали. Складывали, да. Очень плотно утрамбовывали. И сверху накрываем. А накрывать для чего нужно? Опять же, здесь тоже, смотря какой мы чай хотим. Если мы хотим с кислинкой, то мы не накрываем. Или, может, накрываем тканью, да. Если мы не хотим, чтобы даже кислинки никакой не было. А чисто вот такой терпкий чай без кислинки. В таком случае без кислорода полностью. То есть ферментация вообще это, получается, брожение без кислорода. Ну, только листа, да. Так, теперь про вялку, да. Сейчас многие, может, зададут вопрос, стоит ли вялить или не стоит это делать. Если лис грубый, и вам это сложно делать, если вы будете вялить в тени, напомню, потому что на солнце нельзя, тогда свойства теряются и так далее. Если в тени вы будете оставить на какое-то время, там, час, два, три, ну, в зависимости, вы проверите, когда он мягкий станет, да, все, значит, готово. В таком случае вам будет проще это делать. Да, ничего плохого в этом не будет. Если вы в тени, не на солнце, ничего плохого не будет в этом вялке. Ну, для, опять скажу, что если вы хотите вручную скручивать, по сути, не обязательно она вялка. Если лист молодой, если уже старый попадается, тогда, конечно, наверное, придется это делать. А вялка обязательно для машины скрутки или скрутки с помощью доски. Когда, да, есть доска, в одном из видео я говорил об этом, показывал, как ее сделать, да, и как скручивается. То есть тогда происходит очень сильная скрутка, и лист, даже молодой, он может плохо закручиваться, где-то переламываться. Поэтому в таком случае нужна вялка обязательно. Для машины скрутки или скручивания с помощью доски. Для ручной скрутки это не обязательно. Хотел бы рассказать о главном порядке, который нужно следовать, чтобы иван-чай получился вкусный. Это первое, что нужно, это, конечно, сбор листа. Мы собираем лист иван-чай, а потом мы на усмотрение его вялем. Потому что при ручной скрутке, как говорил, уже не обязательно вялка. Но для машины она обязательно, иначе лист не будет закручиваться хорошо. Некоторые люди задают такой вопрос, а нужно ли после того, когда собрал, его мыть? Ну, на самом деле, мыть чай его нельзя. И собирать его нельзя в дождливую погоду. Иначе произойдет сильное окисление листа, и только будет от этого хуже. А также здесь еще, знаете, важно помнить о том, что собирать нужно его вдали от дорог. Вдали от дорог, от железных дорог, там, где чисто, а когда выпадает роса утром, этого вполне достаточно, чтобы иван-чай, да, был чистый. Поэтому, да, иван-чай собираем в солнечную погоду, когда листья, они сухие. Сушка, вялка, далее идет скручивание листа, как я уже показывал, да, бывают разные скрутки, или же, кто делает гранулированный чай, они через мясорубку пропускают. После этого, после скрутки, идет ферментация. О том, как ферментировать, я уже говорил уже в нескольких своих видеороликах. Можете посмотреть. И потом, чтобы остановить процесс ферментации, надо его высушить. Или, если в каких-то случаях еще до этого нужно нарезать его перед сушкой. Ну, это в редких случаях. В основном, если особенно скрутка красивая получается, ну, в таком случае, после ферментации, сразу идет сушка. Сушка может быть тоже по-разному происходить, разными способами. Есть поджаривание, а есть высушивание. То есть, это же способ применимый, когда делают черный чай. То есть, есть, наверное, пробовали на вкус вот разные чаи. Например, краснодарский, его высушивают. Чай краснодарский. Краснодаре, который выращивают, его сушат. А, допустим, в Индии, индийский, цилонский чаи, обычно эти чаи поджаривают. Ну, подобно так же и с иван-чаем тоже. Можно высушить, а можно поджарить. Кто-то в электросушилках это делает, кто-то в духовках поджаривает, а кто-то даже на костре. То есть, тут уже на ваше усмотрение, пробуйте, каким образом будет для вас вкуснее. Ну, так, ну, вот эти эксперименты, они помогут вам с ферментацией и сушкой и так далее. Они помогут вам выбрать тот чай, который будет для вас самым вкусным, самым замечательным и полезным.